В Симферополь с рабочей поездкой приехал замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис. В первую очередь визит связан с оценкой результатов освоения бюджетных средств по программе ремонта многоквартирных домов. Инвентаризации подверглись кровли домов, а также лифты. В 2014 году на программу по ремонту многоквартирных домов в Республике Крым было выделено почти 57 миллионов рублей. За эти средства были благоустроены и отремонтированы 45 домов. В том числе было запущено 25 лифтов и заменены 24 кровли. К примеру, в доме 26 по улице Гагарина в Симферополе удалось полностью перекрыть крышу. Ремонт получил удовлетворительную оценку замминистра, как и сам дом в целом. С помощью недавно созданного ТСЖ жильцы уже смогли сделать ремонт в подъездах, привести в порядок придомовую территорию. Мы окажем всю необходимую поддержку собственникам жилья для того, чтобы они жили в человеческих условиях. Но принципиально важно, чтобы сами собственники понимали, что дом и квартира, в которой они живут, это их общая собственность. И сами тоже были активными, организованными и ухаживали. Пристальные проверки со стороны замминистра подверглись и другие дома в Симферополе. Необходимость в обновлении лифтового оборудования в Крыму назрела уже давно. Местные жители и активисты Общероссийского народного фронта неоднократно об этом сигнализировали. Исправность работы новых подъемников Андрей Чибис проверил лично. Два успешно прошли испытания, а вот с третьим произошла небольшая техническая поломка. Делегация зашла в кабину, двери закрылись и лифт остановился. Выйти обратно удалось спустя некоторое время. Цифры не горят. Это застряли, что ли? Я же приехал. А обратно-то не едет? Позвоги узнать, что ли? Специалисты, обслуживающие подъемник, в срочном порядке запустили механизм. Причины остановки объяснили техническим сбоем. Жильцы дома отмечают подобные курьезы. Тут не редкость. Периодически граждане застревают в лифте. Но это временное неудобство люди готовы потерпеть. Ведь далеко не каждый может ежедневно подниматься пешком на верхние этажи. Очень нам нравится. Очень. Хочу прямо пойти по квартирам и сказать мамам и бабушкам, чтобы проинструктировали детей, чтобы не портили, не рисовали, не пачкали. Потому что лифт замечательный, и мы очень рады. Андрей Чибис отметил, правительством Российской Федерации уже утвержден проект по продолжению программы финансирования сферы ЖКХ. Сейчас специалисты изучают состояние жилищного фонда полуострова. От этого и будет зависеть, какую в дальнейшем выделят сумму. Это будет республика Крым, это будет город Севастополь. Соответственно, коллеги из республики, из города досчитывают необходимые объемы. Мы вместе перепроверяем тот перечень домов, которые потребуют ремонта. Я могу, сейчас не буду называть цифры, цифры будут, когда их мы утвердим. Но я могу сказать точно, что поддержка в сравнении с 2014 будет увеличена в разы. В свою очередь, власти Крыма уверяют, полученные из федерального бюджета средства будут равномерно распределены между всеми нуждающимися городами и районами полуострова. Министерство жилищно-коммунального хозяйства выработало идеологию, чтобы не обидеть никого, чтобы было понятно, проразделить денежные средства, которые поступят в республику Крым, пропорционально. Чтобы у нас не получилось, мы в Бокси-Сарая, допустим, отремонтируем все дома, а в раздольном или каком-то по два всего дома. То есть будут пропорционально выделены в зависимости, в процентном отношении от общего количества домов. Итоги своей поездки Андрей Чибис подвел на совещание с профильными ведомствами и управлениями. Он отметил, правительство Российской Федерации готово оказывать финансовую поддержку республике для продолжения реформ ЖКХ. Особое внимание будет уделено мнению обычных граждан. Уже сейчас идет сбор контактных телефонов. Впоследствии с людьми будут связываться специалисты и напрямую узнавать о состоянии коммунальной сферы. Ольга Савенко, Александр Смычек, Андрей Трещук. Время новостей.